Добрый день, милые дамы и уважаемые господа! День сегодня чудесный! В такой день, знаете, хорошо сидеть где-нибудь за городом, ну электричка где-то в дороге, тук-тук-тук, а ты один под тени какого-нибудь большого дерева и сидишь философствуешь о чем-нибудь или следишь за какой-нибудь такой эдакой наукой. Вот нам бы вместе с вами жить у какой-нибудь реки с красивыми берегами. Все население могло бы утром купаться, обязательно, потому что и грудным детям и дряхлым старикам это очень полезно. Днем бы все работали, мужчины заседали бы в разных комиссиях, женщины бы вышивали крестом, а вечером чай на открытом воздухе и приятные разговоры. Через реку можно было бы построить мост, там бутики, макдональдсы, учреждения всякие, а посередине Госдума, да, и там ну ели, конечно, голубые фонтаны, чисто кругом, народ гуляет по мосту. Из Госдумы выходит депутат, советуется с народом и опять уходит думать. Там и сам специальные такие санатории для беспризорных детей и эти дома отдыха для бомжей. Неподалеку от Госдумы аэропорт международный для Шереметьев-3, для частных самолетов. То и дело рыба плещется в реке, играет, резвится рыба, потому что экологически чисто все кругом. Изредка в небе появляются инопланетяне, да, раз в неделю прилетает посмотреть передачу «Народные средства». Так хорошо помечтать иногда, так радостно становится на душе. Мы вот редко мечтаем. Жалко. Надо бы нам почаще мечтать. Мечтать лучше всего при Луне, где-нибудь в Дубраве у ручья. Сидишь один у ручья, ну на чем-нибудь теплом, конечно, иначе застудиться можно. И мечтаешь. Ты один во всем мире, ты и звезды. Ну и легкий ветерок, и шелест листвы, и изредка в крик какой-нибудь птицы или не птицы. Ну не важно, у вас на всякий случай всегда под рукой дробовик или карабин. А ручеек журчит, поет, говорит о том, что жизнь впереди долгая-долгая у кого-то, а у кого-то короткая-короткая. Мечтать можно днем в центре города. Сидишь себе в кафе на улице. Ну, шумно немножко и ничего. Страшного заказал. Чай, хлеб с сосисками и сидишь мечтаешь. Не забывай только поглядывать за сумочкой. А лучше намотай ремешок на руку, в которой вилка. Если намотать в который чай, то неудобно и можно ошпариться. Намотал и сидишь мечтаешь. Ну, заранее прикинь только сколько с тебя, чтоб потом не сильно обсчитали. И сиди мечтай сколько угодно. Вот. А мечтать можно и в трамвайном депо утром. Да. Неважно, что крик, шум, ляск, там, грохот. Это ничего. Конечно, эта струя из шланга под напором в три атмосферы не то же самое, что ручеек. А мат с лесарей мало похож на трели соловья. Вот. Почти не похож. Неважно. Мечтать можно всегда и везде. Нужно только иметь к этому склонность. Напрасно некоторые думают, что есть люди, которые совершенно не умеют мечтать. Мечтают все, но все по-разному и о разном. Одни мечтают о том, что у них открылись вдруг какие-то необыкновенные способности к рисованию, к наукам или стали прилипать к рукам деньги и свои и чужие. Чиновники мечтают о том, что в самом деле в стране навели наконец порядок со взятками. Взятки передают только в строго отведенные дни и часы и попробуй не да еще. Следователь мечтает о том, что он один на месте преступления накрыл всех главных мафиози. Мафиози мечтают о том, что их избрали в Госдуму на второй срок. Покупатель мечтает о том, что продавец обсчитался в его пользу. Продавец мечтает о том, что он обсчитался в пользу покупателя и тот на радостях не заметил, что товар бракованный. Учитель мечтает о том, что один его ученик стал президентом, а другой стал премьер-министром. И учителям сразу подняли зарплату на 100 рублей. Сталинисты мечтают о том, что Сталин как-то ужин и нашел место, где не ступала нога человека, только нога олигарха. Вот в МЧС мечтают о том, что дома дел уже не осталось и они работают теперь только за границей в развитых странах. Президент мечтает о том, что это государственная тайна. Ну, одним словом, мечтают все без исключения, но большинство о том, о дивном будущем, кое-кто о славном прошлом и совсем не многие уж, а хоть каком-нибудь настоящем. Когда, где и о чем не стоит мечтать. Тут пунктов и подпунктов много, но главные, наверное, вот какие. Мне в первую очередь не стоит сильно доверять кремлевским мечтателям. Их много было и мечтателей, и мечтаний. Давно должны были бы жить уже при коммунизме. Бесплатное лечение, бесплатное питание, бесплатное образование, транспорт бесплатный. Но все равно нет никакой уверенности в том, что человек человеку стал друг, товарищ и брат. Все-таки он иногда посматривает волком. Из-за этого в особо людных местах, в вокзалах, рынках, магазинах не стоит мечтать. Нет. Особенно разъянув рот. Обчистят, обвесят, обманут. На работе, если так случилось, что вы все время на виду у начальства, не стоит мечтать. Нет. Ну, это уже несчастный случай. Придется на работе работать. За рулем даже очень хорошие машины, с исключительно хорошими тормозами. Все равно мечтать можно только при скорости 0 км в час. И совсем надо забыть о мечтаниях, если ты не за рулем, а как бы наоборот дорогу переходишь. Особенно на красный свет. Так что, видите, мечтать-то тоже надо с оглядкой. Трудно сказать, как мечтают китайцы, или японцы, или какие-нибудь там бедуины. Наверное, как-то по-своему в наших мечтаниях видят сразу результат. Вот он, Иванушка Доросёк, а вот он уже царь-батюшка. Вот она сестрица, а вот она уже для батюшки царя родила богатыря. Вот он в тюрьме за растрату. А вот он уже на свободе вновь занимает материально ответственную должность. Вот он нищий, а вот он уже возглавляет список богатейших миллиардеров. Уже у него личный самолет, вертолет, подводная лодка. Уже одни уже, и только одно еще. Еще он налоги не успел заплатить. Короче, в наших мечтаниях все происходит как-то по щучьему велению. Поэтому, наверное, ото всех богатств, нажитых в невиданных размерах, за неслыханные сроки отдает чем-то щучьим. Вот. Если не щука, вообще не догадаться, кто нам в наших мечтах помог. Кто-то помог, какие-то хорошие люди. А кому им еще помогать-то? Не китайцам же, не бедуинам. Смешно даже, им за что? Нам-то понятно, а за что? А им-то за что? А может быть, и вообще нам никто не помогал, а все как-то, знаете, само собой сделалось. Мечты, даже если всех щук переловить, сами собой не сбудутся. Я лично вот что-то щукам не очень верю. Не знаю почему. Мечтам надо помогать. Да. Лучше всего, наверное, найти спонсоров побольше и побогаче. Вот. Увидел красавицу, захотел на ней жениться, и сразу беги к спонсорам. Нет, наверное, надо все-таки самим стараться, чтобы красавицы на тебя внимание обращали. Вообще, самим для себя надо что-то делать. Тогда что-то избудется. Если много сделать, много избудется. Я прямо вижу, как мы зажили хорошо. Потому что мечтаем и что-то делаем. Мечтаем и что-то делаем. Мечтаем и делаем, а не сидим и ждем у моря погоды. До свидания.